МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава округа Алексей Спаский провел еженедельное оперативное совещание. Количество выявленных новых случаев по нашему округу составило 2810 человек. Новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся в этом году на дорогах Ленинского округа. Есть понимание, что необходимо не только реконструировать Володарское шоссе, но и Каширское дом КАДА. Вот уже вторую неделю во всех школьных столовых Московской области. Пятница – официальный пельменный день. Пельмени у нас дома большие, а здесь маленькие. В Дворце культуры города Видное состоялось очередное оперативное совещание с участием руководителей округа, муниципальных служб и учреждений. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. Как всегда, на повестке оперативного совещания значились самые актуальные темы жизнедеятельности муниципалитета. Одной из первых с докладом о ситуации с коронавирусом выступила заместитель главного врача ВРКБ Елена Зинатулина. Также острая тема последнего времени – уборка снега на дорогах и во дворах домов. На прошедшей неделе коммунальщики работали в усиленном режиме, включая выходные дни. Несмотря на то, что выпадает огромное количество осадков и заболеваемость среди коллектива, тем не менее, ситуация, я считаю, находится под контролем. Огромное спасибо хочу выразить и славу благодарности управляющим компаниям, которые с пониманием относятся в комплексе работы, в том числе нашему, по КЖКХ и другие компании. Школы муниципалитетов в полном объеме возвращаются на очный формат обучения. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в установленный срок должны пройти важные мероприятия в системе образования. 9 февраля мы проводим итоговое собеседование по русскому языку для 9 классов. Это их допуск к основному государственному экзамену. В этом тестировании у нас примет участие 2133 человека. О работе Центра госуслуг «Мои документы» и его дополнительных офисах рассказал директор учреждения Николай Бондаренко. Работаем по предварительной записи, за исключением офиса в Лопатина. Его оставили на обычном режиме работы для того, чтобы жители, у кого нет возможности записаться и срочно нужно получить услуги, могли обратиться туда. И в колл-центре правительства Московской области нашими операторами за неделю обработано около 5000 звонков, в основном тематика медицинская. На прошедшей неделе Советом депутатов были приняты изменения в бюджет округа. Благодаря этому на развитие муниципалитета будут направлены дополнительные средства. В целом работа по управлению округом проходит в штатном режиме. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся в этом году на дорогах Ленинского округа. К середине весны планируется завершение первого этапа реконструкции Володарского шоссе. Об этом нашему телеканалу рассказал начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского городского округа Андрей Пальтов. Вот так сейчас выглядит один из участков Володарского шоссе. Здесь активно работает строительная техника. Безусловно, эта дорога является одной из самых проблемных в округе. Активная застройка новых микрорайонов привела к тому, что в час пик здесь образуются пробки, в которых стоят и владельцы автомобилей, и пассажиры общественного транспорта. Но скоро все должно измениться. С 15 сентября был проведен конкурс. Определена специализированная организация, которая будет проводить эти работы. На данном этапе до 1.04 подрядная организация обещает сделать уширение до 6 полос. Подумали и о тех, кто добирается в Москву на маршрутках и автобусах. По словам Андрея Пальтова, после расширения Володарского шоссе до 6 полос, здесь появится выделенная полоса для общественного транспорта. Одна из трех, которые планируется организовать в округе. На Володарке, да, 6 полос. И две полосы будет общественного транспорта в одном направлении, в другое направление. Остается 4 полосы именно для автолюбителей автомобилей. Но это только часть комплексного развития дорожной сети в этом уголке округа. Выделенная полоса для общественного транспорта появится и далее на Каширском шоссе. Есть планы по устройству выделенной полосы вплоть до Москвы. О чем в недавнем интервью нашему телеканалу сообщил глава округа Алексей Спаский. Есть понимание, что необходимо не только реконструировать Володарское шоссе, но и Каширское дом Када. Потому что если там автобус приедет и встанет где-то в районе Каширского шоссе, ну, собственно говоря, это мало кому интересно. В ближайшее время состоится совещание с участием губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, на котором Алексей Спаский планирует обсудить этот вопрос. Тогда станут понятны окончательные сроки проведения работ. Еще одна выделенная полоса появится в микрорайоне Бутово-парк 2Б на Новом шоссе. По Новому шоссе нет прямого выезда с Нового шоссе. На Варшавку там стоит кирпич. И общественный транспорт и жители, они все время пользовались дублером Варшавского шоссе. Поэтому в этом году мы реализуем до сентября месяца 2022 года прямой выезд по полосе общественного транспорта на Варшавку. Все эти проекты предварительно планируется реализовать до сентября нынешнего года. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В территориальном отделе Расторгуева состоялась встреча представителя МОС «Облэнерго» с председателями садовых товариществ, расположенных поблизости. Темой встречи стала передача электросетевого хозяйства от СНТ с сетевой организацией. Чтобы стабилизировать ситуацию в энергетическом хозяйстве и облегчить жизнь проживающих в СНТ, Министерством энергетики РФ было решено предоставить жителям садовых товариществ возможность передачи общих сетей на баланс МОС «Облэнерго». Мы все прекрасно понимаем, что сети, построенные 10, 15, 20, 30 лет назад, изнашиваются, требуют ремонта. И у садовых товариществ иногда не хватает средств на их ремонт. А для того, чтобы обеспечить электроснабжение соответствующим нормативным требованиям, приходится туда достаточно много вкладывать. В территориальном отделе Расторгуева 16 садоводческих товариществ. С председателем каждого у руководителя Татьяны Поляковой отложена связь. На встречу с сетевой организацией пришло много людей. Есть те, кто очень заинтересован в передаче электрохозяйства «МОС «Облэнерго». СНТ маленькая, всего лишь навсего 18 человек. Но из них 5 человек на деревенском свете. А у нас свет 13 человек всего. Спасение наше, потому что мы уже вот так вот осыты этим. Дело в том, что СНТ Лопатина расположена в черте деревни Лопатина. И мы оказались просто внутри деревни, но с осынтовскими проблемами. На встречу с председателями садовых товариществ приехали представители домодедовского филиала «МОС «Облэнерго» Александр Штейнфельд, советник главы администрации Ленинского городского округа Александр Усков и начальник территориального управления Михаил Рассказов. О плюсах передачи сетей было сказано просто и доступно. Чтобы вы прекратили, как говорится, не понимать ситуацию, связанную с поломкой трансформатора. Когда и в какие регламентные сроки, и кто ее отремонтирует. Какие сети у вас требуют реконструкции или ремонта. С бесхозяйными сетями. То есть привести в порядок вот это, как говорится, хозяйство. Представители СНТ смогли получить ответы на свои вопросы, в числе которых был порядок передачи сетей «МОС «Облэнерго», необходимая документация» и другие. Вы должны единогласно принять такое решение в своих садовых товариществах. Все ваше имущество, оно у вас на равной части делится по вашим уставам. Вы это все прекрасно знаете. Поэтому не может один председатель решить и сдать сеть на баланс сетевой организации. В случае передачи электросетей садового товарищества «МОС «Облэнерго» последний займется изучением износа сетей. В случае необходимости составит план работ по ремонту. В общем, будет обязан обеспечить качественным предоставлением электроэнергии в дома СНТ. Пока эта работа только начинается в Ленинском городском округе. И подобные встречи пройдут во всех территориальных отделах. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Вот уже вторую неделю в меню всех школьных столовых Московской области долгожданная новинка. И теперь пятница – официальный пельменный день. Специальная комиссия выехала в одну из школ муниципалитета, чтобы оценить качество блюд детского питания. С ними отправилась и Екатерина Коваленко. Ароматные и такие аппетитные пельмени. Традиционное и всеми любимое блюдо русской кухни теперь появилось в школьных столовых Подмосковья. Дети заказали, дети получили. Чем подкрепляться на переменах, спросили почти у 900 тысяч учащихся региона. Чтобы проконтролировать качество питания, в 10-ю Видновскую школу выехали представители администрации, члены партии «Единая Россия», депутаты. В меню вошли пельмени. Была заявка от родителей и школьников о том, что хотелось бы, чтобы в обеденном меню были пельмени. И вот уже не первую неделю в школьном меню по пятницам появляются очень вкусные, качественные, мы сегодня в этом убедились, пельмени. Для малышей достаточно внушительная. Пельмени такие большие. Красивые такие пельмени, маленькие. Пельмени очень качественные, специально допущенные для детского питания, так что здесь у нас строгий контроль. Тонкое тесто и вкусная мясная начинка пельмени производится на одном из подмосковных комбинатов по всем правилам и ГОСТам. Это серия кроха, предназначенная именно для детского питания. Пельмени приготовлены без специй, фарш свинины, говядины и курица. То есть отсутствует все то, что запрещено в детском питании. Гости продегустировали не только новинку в меню, но и весь комплексный обед. Поставили оценку организации питания на едином школьном портале и пообщались с родителями учеников. У Надежды Анечкина здесь учатся двое детей и женщина регулярно в рамках формата. Родительский контроль сама проверяет качество блюд в местной столовой. Кто-то еще из родителей интересовался качеством питания в школе, объемом порции, приходил. Да, приходили, смотрели. Проблем не было. Всегда теплая еда, всегда все очень вкусно, по-домашнему. Ну а главные герои этого школьного фуршета даже не скрывают свою детскую радость. Как вам пельмени? Вкусно. 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 Пельмени у нас дома большие, а здесь маленькие. Может маленькие вкуснее? Да, они вкуснее как-то. Убедиться в этом теперь может каждый школьник Подмосковья. Пятница – официальный пельменный день. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Первые золотую серебряную медали на зимней Олимпиаде в Пекине завоевали российские спортсмены, выступающие в лыжных гонках. А в музее-заповеднике «Горки-Ленинские» более 300 участников соревнований «Горкинская лыжня» боролись за свои спортивные трофеи. Среди болельщиков была и наша съемочная группа. Давай, 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 давай! Есть, молодец! На протяжении 15 лет проходит соревнование «Горкинская лыжня». И несмотря на то, что в них традиционно принимают активное участие спортивные клубы Московской области, организаторы отмечают, что добрую дружескую атмосферу здесь прежде всего создают те, кто участвует в этом празднике спорта не ради наград. Есть те люди, которые просто пришли поучаствовать, да, как популяризация здорового образа жизни, просто ощутить эту атмосферу праздничную, что, в принципе, очень радует, что не только такие вот прям спортсмены настоящие, но и любители, которые приходят именно за получением этого удовольствия в этот прекрасный день. В этот раз в Горкинской лыжне приняли участие более 300 человек со всей Московской области. Они разыграли 20 комплектов наград. Демократичность соревнований, большое количество возрастных категорий – это еще и хорошая возможность для начинающих спортсменов потренироваться в боевом режиме. Принимал участие в областных соревнованиях города Красногорск, Химки. Результаты, ну, оставаюсь желать лучшего, конечно, 50-й, но не отчаиваюсь и работаю дальше. 11-летняя Василиса Кузнецова с папой Кириллом Валерьевичем приехала на соревнования из Домодедова. Лыжами Василиса занимается уже более пяти лет, но в заездах отважилась принять участие в первый раз. И сразу победа. Если честно, то я думала, что я не займу никакое место, но почему-то мне повезло и у меня все получилось. Я сам не профессионал, я любитель, просто лыжи нравится и все. Ну и так потихоньку, потихоньку записал ее в секцию. Сначала один тренер был, сейчас другой тренер. Ну так будет, наверное, туда и к тому, и к другому, надеюсь, ходить. Ну, вроде нравится. Вот сегодня первое место, первый раз заняла. Трасса устроена так, что на ней комфортно соревноваться и малышам, и людям в возрасте. Самой старшей спортсменкой, вышедшей на старт, стала 80-летняя Светлана Александровна Плинер. Как выясняется, лыжи всегда были неотъемлемой частью ее жизни. Я очень люблю на лыжах. А, со скольки лет катаетесь? Конечно же, у нас есть работы с детства. Но потом перешла на горные лыжи. На горные лыжи? Сейчас вы катаетесь на горных лыжах. Сейчас нет, но всю жизнь на горных лыжах. Во всех горах Европы. Один из участников, Роман Ульянов, на время стал оператором телеканала «Видное ТВ». Благодаря ему мы смогли получить эти захватывающие кадры борьбы от первого лица. К тому же камера оказалась хорошим талисманом. Роман завоевал первое место, чем порадовал в том числе и маму. Ну, было достаточно легко, потому что лыжи ехали хорошо. Он занимался хоккеем три года, потом сам перешел на лыжи. И очень отлично у него получается. Хорошо старается, очень хорошая физическая подготовка. Но кроме лыж, еще тоже много других увлечений. Несмотря на то, что горкинская лыжня уже имеет немало традиций, накопленных за 15-летнюю историю, организаторы уверены, всегда есть, что улучшить. И в этом году часть планов была воплощена в жизнь. Первое, и самое главное, и самое волнительное – это онлайн-регистрация. Нам пришлось ее остановить за два дня до старта, потому что было очень много желающих. И мы очень рады этому. Но она показала, что удобнее, потому что нет очередей на регистрации здесь, и все быстрее гораздо проходит. А также мы в этом году благодарны. У нас появились спонсоры, которые накормили, напоили, подарки выделили нашим замечательным участникам. Среди организаторов соревнований – досуговый центр юности. Его специалисты заявили «Горкинскую лыжню» на участие во всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре», который проводится при поддержке Минспорта России. Будем надеяться, что жюри по достоинству оценят этот спортивный праздник. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Сюда заниматься хоккеем едут ребята из Москвы и Подмосковья. Детскому клубу «Реванш» всего два года, но он уже успел войти в список ведущих спортивных школ Московской области. Вырастить чемпионов – такую весьма амбициозную задачу ставят перед собой тренеры детского хоккейного клуба. Организация достаточно молодая, ей всего два года. Но за это время она успела прочно войти в список ведущих хоккейных школ Московского региона. Мы команда, которая выступает в московском чемпионате. Он довольно сильный, плотный, много команд играет. «Одиннадцатый год у нас играл на турнир «Первышина», был осенью, хорошо выступили. «Двенадцатый год» на кубке «Хоккей-шанс» участвовал, побеждали. В чемпионате Москвы «Двенадцатый год» первый круг очень достойно прошел, могли бороться за выход высшую группу, там два очка не хватило. Сейчас здесь проходит обучение 130 юных полевых игроков и 13 вратарей не только из Ленинского округа, но и из Москвы и всего Подмосковья. «Мы ездим из Москвы и из Юго-Запада. Нравится подготовка, отношения тренерского состава, сплоченность в команде, нагрузки довольно равномерные, очень интересные сборы, ребенок ждет их». «Это дисциплина, это закалка, это мужской подход, как бы в хоккей играет настоящий мужчина». Над техникой юных хоккеистов работают 8 опытных тренеров. «Я собрал команду единомышленников, не безразличных тренеров, делая ставку именно на молодой возраст тренеров, не на опытных, а на молодых, которые хотят добиваться и пробивать себе дорогу в жизни. У нас на каждую команду по несколько тренеров, 2-3 человека. Очень хорошие условия для роста вратарей». Тренируются ребята пять дней в неделю. Занятия на льду каждый раз сочетаются с общей физической подготовкой в зале, ведь именно здесь развиваются координация, сила, выносливость, гибкость. Так необходимы и хоккеисту. «Здесь сильные ребята, ну и команда у нас хорошая. У нас тяжело амуниться, и двигаться чуть тяжело». «Ну и как у тебя получается? Ты вовсе с собой довольна?» «Да, я с собой доволен. Но иногда надо свои ошибки исправить». «Ну, мне нравится, ну, азарт, мне нравится получать результаты от тренировок, мне нравится играть, мне нравится этот спорт. Хочу профессионально поступить в ЖХЛ, женская хоккейная лига. Стать капитаном команды женской команды, когда уже подрасту, и обыграть канадцев». В ближайших планах школы открыть команду молодежной хоккейной лиги, а также организовать следж-команду для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ведь спорт должен быть доступен каждому. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.